всем привет друзья вы на канале крипто комманс я наконец-то добрался до дубая совершенно замечательнейшее место и мы начинаем наш bitcoin обзор с горячей новости ребята какой-то кит вывел с биржи coinbase 48 тысяч биткоинов как вы можете видеть в правом углу экрана о чем это нам говорит предлагаю обсудить в этом видео поэтому если вам нравится крипто контент не забудьте поставить лайк подписаться наш канал если у нас новенький и мы начинаем погнали так вот теперь вы меня видите всем привет еще раз о чем нам говорит с вами эта информация друзья конечно же в первую очередь она не говорит о том что это купил 48 тысяч биткоинов она говорит о том что их выявили с биржи coinbase крупнейшей американской спотовой бирже и многие написали в телеграме уже что это просто бирже вывели на свой холодный кошелек окей но они ведь это сделали значит у нас образовался дефицит предложение почти на миллиард долларов в биткоинах по текущему курсу и выявили они не из детей как вы видите а битисе что это значит что кто-то им продал значит они у кого-то купили правильно значит слабые руки продали эти биткоины сильные руки в виде биржи или китов там кого хотите инсайдеров вывели и если мы посмотрим в какие моменты это бывало ранее то вы можете видеть что это было на дне медвежьего рынка 16 года 19 20 и сейчас это происходит то есть пока среднестатистический хомяк продает в убыток киты накапливают btc на долгосрок и в этом нет ничего удивительного потому что если мы посмотрим также другие он чейн метрики тот же индикатор резерв риска с гласноут посмотрите он сейчас находится на рекордно низких значениях на которых мы вообще еще никогда с вами не были последний раз мы были максимально сравнимо это выше по этой метрики когда биткоин торговался в районе 200 долларов то же самое по метрике mvr визы скоро мы тоже находимся вот в этой зеленой полоски которая исторически являлась очень пригодный мягко говоря для среднесрочных и долгосрочных покупок тем временем что мы видим на графике что цена никак не реагирует на это пока за исключением того что мы пробили глобальное нисходящее сопротивление мы пробили контр трендовую линию вот здесь как вы можете видеть и успешно отретестили ее как поддержку вот этой вот тенью и сейчас снова находимся выше да пока мы идем в бок это можно назвать боковик можно назвать это быковик как хотите ну и потом давайте не забывать с вами что у нас с вами также писай колботом от сигналил что это дно хэш риббон сдал сигнал на покупку в этой зоне опять же и много других факторов говорят нам о том что по всей видимости это дно либо дно очень очень близко потом опять же почитайте чаты почитайте комментарии чаты вообще вы видите что люди не верят в то что bitcoin вообще когда-нибудь будет расти они теперь думают что мы пойдем на скам и это конец крипто рынка очень похоже на то что действительно мы где-то близки ко дну теперь смотрите какой расклад на более локальном рассмотрении мы также пробиваемся из треугольника пробиваемся из треугольника но нельзя пока сказать что наверх или вниз мы пробиваемся из него в бок но также мы видим что сила продавца ослабевает продавец больше не может давить цену вниз так активно как это было ранее все вот это падение поэтому сейчас наступает переломный момент для битка если мы сейчас начинаем пробиваться выше дневной сетки и мы риббон и закрепляемся над ней как над поддержкой типа как это было вот здесь только это был первый заход скажем так ложный или начальный импульс но теперь нам надо уже уверенно закрепиться над этой сеткой и следующая цель будет 25 тысяч долларов это вот это предыдущее сопротивление которое нам нужно пробить если мы его пробиваем и закрепляемся над ним то ребята все рост битка неизбежен вы уже наверное забыли что такое крышесносные иксы я уж сам забыл это потому что мы год пребывали с вами в медвежьем рынке который к сожалению технически удалось распознать гораздо позже чем предыдущий а именно когда мы пробили вниз уровень 29 тысяч долларов потому что до этого технически у нас был с вами бычий рынок это глупо отрицать поскольку мы имели восходящую структуру что теперь смотрите да мы выпали из этого канала но среднестатистически мы вернемся в него с высокой долей вероятности это скажем так мои среднесрочные цели даже если мы будем все еще в медвежьем рынке какое-то время то мы как минимум должны отскочить вот куда-то сюда это район где-то 40 тысяч долларов отретестить его как сопротивление и потом уйти ниже но честно говоря я в такой сценарий не особо верю я думаю если мы сейчас не перепишем мои у нас ждет более какой-то вот такой вот сценарий с глобальным двойным дном возможно к следующему халвингу уже к полноценным разворотом тренда либо либо мы сейчас вообще просто берем и улетаем сразу сюда средним значением поэтому мой план остается все еще таким же моя первая зона take profit для высоко маржинальных позиций это 25 тысяч долларов то есть вот это вот сопротивление здесь я буду разгружать часть позиции потом вот это вот предыдущие зона дистрибуции это примерно 30 тысяч долларов где я думаю что мы вероятно постоим какое-то время может быть вот как то так и будем до накапливаться но дальше по любому эта зона 40 50 тысяч долларов это зона интереса в любом случае потому что это среднее значение цены если мы посмотрим на недельную сетку и my ribbon и уберем все эти линии то вы здесь можете видеть что опять же она должна выступить как зона сопротивления потому что каждый раз когда мы от нее отдаляемся настолько сильно неважно вверх или вниз но вот в данном случае здесь мы отдалялись от нее настолько сильно вниз мы по-любому возвращались как минимум к ней чаще возвращаемся выше нее то есть сетка выступает таким медиатором средней цены вокруг которой мы пляшем поэтому друзья консервативно 25-30 тысяч долларов за биток это среднестатистический отскок другой вопрос что если мы сейчас упадем ниже тогда сетка тоже сместиться еще ниже и эта зона тоже также будет находиться уже где-то плюс-минус там где мы сейчас находимся но опять же ребят сейчас очень много спекуляции идет что мы формируем вот такой же треугольник как вот здесь вчера ребята из бла бла крипто перевели на нашем втором канале видео бенджамина кована кстати обязательно гляньте его там если вам интересно как раз про медвежий сценарий что вот очень похожий треугольник тот же июньский лоу октябрьское движение и ноябрьская капитуляция которая может нас ждать но ребят стоя лишь разницы что здесь сетка и мои риббон только-только разворачивался медвежку и мы от нее не были на отдалении посмотрите мы стояли прямо под ней то есть это было больше похоже на вот этот вот случай согласитесь по среднем скользящим и опять же по удалению от пика если пиком считать 64000 то вот он был этот это первая фаза медвежьего рынка как здесь и после этого мы упали и здесь в таком случае капитуляция уже случилось посмотрите мы упали очень сильно отдалились от сетки и сейчас отрисовываем двойное дно точно такое же как здесь поэтому друзья я думаю что мы прямо отсюда развернемся и начнем расти как это будет может быть заколом может быть без может быть долгим флэтом может быть без но это не важно опять же в долгосроке если вы аккумулируете bitcoin сейчас чуть ли не лучше а то а может быть и лучшая зона для того чтобы это делать напишите в комментарии как считаете вы накапливаете ли вы биток или продаете но как я вам показал в начале видео по всей видимости продают сейчас слабые неопытные трейдеры а грамотные сильные инвесторы у них покупают и в завершении хочу сказать еще свои мысли по поводу доминации биткоина если вы смотрите мой канал вы наверно знаете что я побычи настроен на альткоины поскольку мы все еще находимся в альт сезоне немного скорректировались что это значит альты показывают большую силу чем биткоин сейчас до весь рынок падает но при этом альты падают не так жестко последние пару месяцев но знаете что я думаю вполне возможен сейчас такой сценарий что когда все начнет расти альты будут расти медленнее потому что посмотрите как сильно мы удерживаем вот этот уровень предыдущих лайов то есть доминация сейчас настолько низкая что в альтах уже и так много спекулятивной ценности да у нас была зона альт сезона вот здесь в семнадцатом году мы все еще можем в нее спуститься мы также здесь формируем нисходящий треугольник я верю что мы в нее спустимся и увидим очень масштабный альт сезон в какой-то момент но перед этим я думаю что когда все начнет расти мы можем сильно отскочить и сейчас накупят дешевых щиткоинов потому что биткоин для них слишком дорогой и в этот момент в первую фазу роста я думаю что биткоин покажет большую силу чем альты и может ликвиднуть многих по парам альт битиси или просто слишком жадных маржинальщиков а вот уже после этого возможно на этой линии сопротивления или где-то скорее всего мы увидим финальный спад может быть даже перепишем лаи семнадцатого года потому что альт коинов стало гораздо больше я думаю что да мы можем увидеть что то такое перед тем как уже окончательно доминация начнет расти на медвежьем рынке на следующем медвежьем рынке крипты который настанет не знаю году в 2025 или типа того вот такие у меня сегодня мысли напишите в комментариях свои ставьте лайк обязательно если вам понравилось подписывайтесь на канал если вы у нас новенький но у меня на этом все спасибо что посмотрели этот выпуск всем профитроли и до встречи в следующих видео пока а Субтитры сделал DimaTorzok